Привет всем, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Cheggere Out, а это реакция на KG Show, GG Show. Сегодня главный герой у нас Жека Фетт были. Давайте зацениваем, но перед этим хотел бы сказать, что в описании у меня Yamakasi Challenge прописан. Если не в курсе, что это, почитай, если есть возможность, помоги. Всё, теперь переходим. Дорогой зритель, сейчас перед тобой предстанет шоу коротких фильмов «Главный герой». И если тебе нет 18 лет, то съебаться дохуй. Давай выключай краны и шуру отсюда. Но если тебе есть 18, то приятного просмотра. Спасибо. Здравствуйте, Жека. Скажите, как вы согласились принять участие в нашем шоу? Так, в этом я сниматься не буду. В этом тоже. Это вообще хуйня какая-то. Жека, скажите, пожалуйста, рады ли вы участию в нашем шоу? Вы мне что тут, блядь, написали? Жека фитнес-тренер в обтягивающих лосинах. Жека влюбился в гамбургер, блядь. Жека падает с кровати с двух сторон. Вы что, блядь, в конец охуели? Вот это нормально, смотри. Жека приводит девушку домой, знакомится с родителями. А она оказывается коровой. Блядь, идите нахуй, ребята. Чё за бред, блядь? Что бы вы хотели донести своей ролью зрителю? Ей, чё вообще, похуй, да, чё тут происходит? Короче, чё там осталось у нас? Да ничего не осталось, ты всё забраковал. Ну, разве что вот это начальная заставка. Есть ли кто правильно конкретно отвечает на поставленные вопросы? Потому что все остальные вообще плевать хотели на эту девушку. Интересно, вот это просто так, где заставки снято, да, всё? Этого не будет, я так понял. Потому что уже четвёртый выпуск, и я до сих пор это всё не вижу. И главный, роль. Жека, смотри, новый скетч придумали, может, снимем его? Не, хуй снимай, а? Давай. Из вашего рассказа я понял, что у вас немного сместились акценты мужского и женского в семье. Доктор, вы знаете, так было с первого дня, с самого начала так было. И помолчи, а! Вот, пожалуйста, расскажите, как вы познакомились. Доктор, это был прекрасный день. И молчи, мужчина, твой день 23 февраля. Вот, и вот так, и вот так всегда полюбуйтесь. Сил моих больше нет. Да, короче, сидим мы, значит, с тёлочками на районе. С тёлочками? Короче, сидим мы, значит, на районе. И он переключает мой турецкий сериал на какой-то футбол. Да, ну... Ну, я им говорю, у меня вообще-то последняя серия как бы там была, да? Ну, Алина, видишь, сама допустила, на шею посадила. Их надо так крепко держать. А то потом перевоспитать, труба, тяжко было. А, не, плоский, оказывается. Эй, капец, мне вот такие плоские не нравятся. Я не знаю, живот отрасти, родной, там, пиво попей, поджаешь. Позоржом, поджоржом, поджоржом. И тогда я встретила его. Эй, а я пипец люблю, когда есть за что ухватиться. И знаете, как говорят, идеальное мужское пузо не должно помещаться в ладони, Эжи. Ого, парень, вашей маме гелинка не нужна? Не для вас куриц мать-орла растила. А-а-а... Недоступна, что ли? Я, девочки, обещаю, моим будет, Эжи. Вы истинно, я пишу, поплывешь, как мать-орла. Делай, делай, делай. И вы сдержали обещание? Ну да. И вон мы через неделю с ним уже загоняли. Загоняли? Ты можешь хоть по-человечески говорить? Встречались! Аккуратней, аккуратней. Ой, все-все-все, тормози, тормози. Аккуратней, вот-вот сюда, да, куда ты руку? Вот-вот. Блин, спасибо, что дала поводить мне. Да не за что. Пеленельничала, наверное, пока я ехал, да? Ну, было чуть за ласточку свою, переживала, а так... Ну, а что ж, знаешь, для тебя ничего не жалко. Ладно, все, я пошел домой. Ахима, блин! Да нормально, что ты? Ну, да, блин, там люди там ходят, да. Да никто это не видел. Ты чего не что? Ну, все, давай. Где-то в параллельной вселенной. Давай, вечером созвонимся. Ура! Такая ворволь. Давай, давай. Ты расскажи про то свидание. А что, нормально же было свидание? Ну что, как тебе? Здесь так тихо. Поэтому мы сюда приехали. Стоп, 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 стоп. Остановись, родной. Остановись, остановись. А что случилось? Я не понял. Что не так? Ну, понимаешь, простой. У меня так-то к тебе серьезные намерения. Я не для этого тебя сюда привезла. Не, я сам этого хочу. Да просто ты еще девственник. Я не хочу быть первой. Это большая ответственность. Ты же знаешь, я не из тех. Блин, теперь даже как-то неудобно. Как будто я какой-то испорченный. Подумаешь? Да нормально все. Просто ты маленький еще. Ты же понимаешь, ты не для этих-то всяких. Ты для любви. Мне так повезло с тобой. Давай просто поедем домой. Прости, ладно? Просто уедем и все, ладно? Ну так-то один раз живем, да? Что, котина? Подожди, Аима, что ты делаешь? Ужас! Нет, там любви. Такие воспоминания. Ужас! А ты предложение вспомни, которое я тебе сделала. Эй, ребят, смотрите, у нас тут прям романтика, офигеть! А тут кто? Аима Пушка! Телай, Аима! Короче, все что ли будет с ним? Тихо, 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 тихо. Да, тихо. Тихо, 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 тихо- тихо. Я вообще спал. Давай, давай. Аима Пушка! Тихо, тебя пусть... Ты не хотел бы сделать мне предложение? Мужка, мужка, давай! Тихо, тихо, тихо. Да, да! Офигеть! Мужка, люби! Выслушав вас, я понял одно. Вы опасны для общества. И вас срочно нужно изолировать. Это бред какой-то. Ребята, давайте. Что вообще происходит? Руки убрался! Что такие вообще? Аима! Я знаю, что я делаю. Ребята, все. Ребята. Вот поэтому я не буду выбрасывать мусор, поняла? Сегодня мусор выброси, завтра уберись. Может, я еще носки сам буду стирать. Ничего не буду делать, поняла? Жека, ты что, вообще идиот, что ли? Я тебя просто попросила мусор выбросить и все. Ой, я знаю ваши планы. Я мужик. Добытчик, поняла? Сама все делай. Совсем с ума сошлись со своим, равно правильнее. Ну... Забавно, но... Доброе утро, Жека! Доброе утро. Кто это говорит? Это я, твой братишка. Какой братишка? Ну, это я, маленький Жека. Какой маленький Жека? Ну, это ты меня так наедине называешь. А при друзьях-то я большой Жек. Доброе утро, Жека! Ой, ё-моё! Ты почему говоришь? Я что все сошел с ума, да? Сошел с ума? Нет, ты нормальный человек. Кроме одного момента. Какого момента? Тебе, блядь, двадцать шесть! И ты ни разу не трахался! Ты ни разу не окунул меня в пещерку блаженства! Мне даже твоя жопа начала шептать, что она лежит в детственности раньше, чем я! Бля, это все мне кажется! Я с ума сошел вообще! Блин, говорящие пиписки, это где видно вообще? Я с ума сошел вообще! Короче, много не пизди! Я так понял, что ты сам никогда не добьешься секса. Поэтому я решил взять ситуацию под свой контроль! Так, если я захочу, я сам все добьюсь! Понял? Я самостоятельный молодой человек вообще! Да не надо мне заливать! Я помню, как оселя тебя в щечку поцеловала! А потом ты меня всю ночь теребил в этой же комнате! Чуть не задушил, Гантон? Че ты такой грубьян-то? Ё-моё! Я вообще-то... это просто... Да все, заткнись! Давай с нее и начнем, пиши ей! Я не хочу ей писать, она не в моем вкусе вообще! Не красивая, не очень! Ты посмотри на себя в зеркало, как будто сам, блядь, очень! Давай пиши, привет! Ты мне снилась сегодня, у тебя все хорошо! Почему вообще писька управляет человеком? А я тебя даже не вижу, если только не в отражении! Я только хотел сказать, что он тебя видит, что ли? А ты знаешь то, что киты разговаривают через ультразвук? Они разговаривают на частоте 20 Гц. А есть один кит, он особенный. Он разговаривает на частоте 50 Гц. И представляешь, его не то, что не понимают... Он что-то есть! Участь одиночества! Пока не встретился с тобой! Пока не встретился с тобой, вот! Это так грустно, но так красиво! Блин, если честно, я думала, что ты какой-то торчок, который даже с девушками не может общаться! А ты оказался таким милым! А теперь быстро сни руки в тросики и быстро делай спайдера! Чё? Ну, ты просто всегда себя так странно ввел, и если честно, у меня иногда даже были мысли, что... Ну, ты типа того, по мальчикам больше! Если сегодня с ней ничего не получится, то завтра я задумаюсь об этом! Слушай, можно я на 5 минут отойду, да я? Я быстро прийду! Эй, слышите? Неплохая, красивая, симпатичная девушка! Блин, ты задолбал! Сейчас не мешай! Я вообще даже отвлечу! Я всё сам дальше сделаю! Я тебе не доверяю! Ты в любой момент можешь потерять контроль над ситуацией! И вы станете снова просто друзьями! А друзья редко трахаются! Короче, я тут всё решаю! Я батя понял? Ну, ты сам напросился! Я и не хотел этого делать! Эй, эй, ты... Ты чё делаешь? Ты чё делаешь? Эй, перестань! О, бля, хорошо! А, нет-нет-нет! А, да! Слушай, а может нахрен эту оселью пойдём поспим домой? Тот же! Сказал же, я хозяин! О, вот! Я вернулся! Опа-на! Я снова тут! Кто ж тут хозяин? Давай, делай то, что я говорю! Слушай, а тут так шумно стало! Невозможно сидеть тут даже! Вот! Я вот думаю, может, поедем ко мне! У меня вот не шумно! Что? К тебе? Может, ты к себе поедешь, а я к тебе? Ну, вот! Чёрт! Ну, ничего! Мы сейчас с тобой поедем в сауну! Есть деньги? Бабки есть у тебя? Какие деньги? У меня нет денег! Чего за счёт мне платить? Да ты не понимаешь? Надо все деньги вкладывать в сельс! А ну, спизди в вилку! Или вон там, за соседним столиком, смотри, портпана лежит! Я не могу! Никто не увидит! Давай, пиздень! Давай! Так, стоп! Развернулась и пошла к нему обратно! Я туда не пойду! У него на уме только одно! Ой, вот не надо из себя строить! Заткнись вообще! Ай! Ты что делаешь? Ай, долбоё! Тебе же тоже больно, ебун! Ай! Эй! Не надо так! Ай, блядь! Наконец-то! Ой, если честно, нам с тобой никакая Алина не нужна! Это кто? Это же я! Твоя малышка! Нам ведь и вдвоём хорошо! Блядь! Что за хрень вообще творится? Ты откуда взялась-то? А-а-а! 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 Сука! А-а-а! Сука! А-а-а! А-а-а! Девушка! Огонь! Девушка прям... Жека, ты уверен? Да. А что, если она не примет тебя? Так пока особо... Мне всё равно. Ты же понимаешь? То, что после этого уже жизнь не будет прежней. Я понимаю, но я устал скрывать это. Это моя история. Я с тобой, брат. Знай это. И такие, как мы, поддерживают тебя. Спасибо. Пора этому миру признать нас. Даже актёров нет практически. Самого шоу. История, которая изменит мир. Раз, раз. Дорогие друзья, как я и говорил, я хочу сделать важное заявление. Я долго думал, может мне стоит скрывать своё настоящее я. Но всё-таки решился. Об этом не принято говорить в нашей стране. Но я устал жить во лжи. Но я устал жить во лжи. Дело в том, что я... Долбоёб. Долбоёб. Так, уважаемые журналисты! Посьба всех присесть на свои места. Давайте по очереди будем задавать вопросы. Скажите, пожалуйста, когда вы поняли, что вы долбоёб? Ещё в детстве я понял, что отличаюсь от своих сверстников. Когда я начал засовывать петарды в жопу домашним животным. Когда начал избивать младшеклассников в основном девочек. Я пил Ягуар в тринадцать лет. По одному. Вот, вот, вот вы. А почему вы решили признаться в том, что вы долбить именно сейчас? Так, во-первых, не долбить. Это некорректно по отношению к нам. Правильно будет долбоёб. А во-вторых, мы ничем не хуже вас. Мы такие же, как вы, люди. На Западе уже давно это считается нормальным. Один долбоёб даже был президентом США. Я решил быть первым, кто признается. Чтобы остальные долбоёбы не боялись этого. Можно вопрос? Можно я скажу? Я тоже хочу признаться. Я тоже долбоёб. Фу, блядь. Кто сказал фу? Чем вы лучше нас? Мы такими родились. Я долбоёб и я горжусь этим. Вот так правильно. Между прочим, в каждом втором живёт латентный долбоёб. Да! Сегодня вы говорите нам фу, а завтра берёте кредиты на свадьбу. Так что не бойтесь признаться в этом. Пользуясь случаем, хочу вас позвать на митинг. За долбоёбов. Конференция окончена. Подождите! С этого момента я понимал, что жизнь уже не будет прежней. Так. Не думал я, что мой сын будет из этих. Пап, ну перестань, хватит одно и то же. Я устал это слышать. Ну как так вышло?! Ты же мог быть нормальным геем, как твой старший брат! Спасибо вам. Не за что, Джан. Понимаешь, спасибо. Не хочу уже. Куда ты пошёл, а?! И тогда я точно решил, пора приступать к решительным действиям. Прямо сейчас мы находимся в самом центре митинга, который организовали люди с литерализационной умственной ориентацией. Они хотят провести парад в центре Алматы. Скажите, пожалуйста, почему вы проводите ваш митинг не у здания мэри, а здесь, возле шашлычной? Иди нахуй! Долбоёбы. И тогда против нас начали бороться. Эти долбоёбы уже везде. Они уже живут на наших улицах. Входят в школу вместе с нашими детьми. А что у них плохого? А я вижу, вы не осознаёте масштабы проблем. А что, если завтра твой сын под песню «Виски-кола королева танцпола» будет записывать тикток? Ты думай, что ты говоришь? Или твоя дочь начнёт писать в инстаграм «Сижу дома одна с ребёнком и зарабатываю до 49 тысяч рублей в месяц!» Или ты приходишь домой, а все твои родные, близкие тебе люди в замедленном действии открывают бутылку, бля! Что тогда? Поэтому действовать надо немедленно. Ну, мы не стали ждать и решили нанести удар первыми. А эти парни домой здесь стоят? Упс! Какие парни? Это ж он! Не подожгли! Не подожгли! Не подожгли! Они что, дебилы, бля? Бутылку не подожгли! ТОЛБОЕБЫЕ! ТОЛБОЕБЫЕ! ТОЛБОЕЕ! Дебилы! Коктейль «Молотово» поджигать нужно! ТОЛБОЕЕБЫЕ! ТОЛБОЕЕ! Пульса нет! Что? Пульса нет! Жека! Жека! Вот так закончилась моя история. Очень жаль, что я многое не успел. Но я знал точно, что зерно заложено. И дело мое будет жить. Я верил, что найдутся люди, у которых хватит сил и терпения бороться за свое я. И с каждым днем нас будет больше и больше. Все больше долбоюбов по всему миру. Долбоюбы! Смотрите в кинотеатрах, в ресторанах, в университетах, на улице и везде. Даже у тебя дома может быть долбоюб. Даже вы можете смотреть реакции долбоюбов. Ну, ребята, молодцы! Молодцы! Прям горжусь! За весь выпуск никто Жеки в лицо не сказал, что он толстый. Молодцы! Все за спиной! Молодцы, молодцы! Я так не могу... Лох, Ишак, волосатая чмо! Молодец! За спиной! Моя школа, красавец! Ну, предлагайте, кого будем снимать следующего. А может, Байзакову? Байзакову надо, да. А может, Айум изюфрейм? Айум изюфрейм? А может, Айдена Семова? А-а-а! Семова! Это... Да, как бы... А может, ты пойдешь и потрахаешься, а? А может, и потрахаюсь, да, пойду. Слушайте, я предлагаю, чтобы люди сами в комментариях написали, кого нам пригласить. А мы позовем того, с кем бесплатно договоримся. Слушайте, у вас не заебало в конце вот так каждого выпуска вот так вот замирать? Нет! Короче, ребят, ну че-то выпуск слабый на самом деле. Забавная тема. Тут, короче, знаете че? Ну, прослеживалось. Альтернативная реальность. Ну, допустим, вот, это история парня с девушкой, это история с рукой, то, что он разговаривает там с членом. И вот то, что он здесь, как бы, признается долбоебом, а типа геем это быть нормально. И вот это все, как будто бы в параллельной вселенной, в параллельной реальности происходит. В этом прикол есть, да. Но так, первые вот две истории, ну, просто забавная тема. Девушка, ауф, вообще просто, ауф, вот так вот. Ну, прям топчик, особенно декольте. Ну вот, я сейчас даже себе поставлю на паузу. А третье, мне понравилось больше всего. Блин, как шикарно вообще. Я даже сделаю скрин. И это залеплю. В общем, третья история. Мне понравилось больше. Ну, она как-то была еще наполнена шуточками, которые более-менее как-то зашли. А сам выпуск, ну, что-то такое. Как мне кажется, лично мне, он слабоват. Не знаю, пишите вы, что вам зашло, не зашло вообще. Ставьте лайк этому видео, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Check it out.